7 часов 15 минут на часах в нашей студии в эфире областного телевидения программа Утро ТВ понедельник а это значит что в нашей студии появляется наш постоянный гость автоэксперт автоправозащитник Максим Ядрышов. Максим доброе утро, рады вас видеть в нашей студии. Нашим телезрителям надо напомнить что вы можете тоже задавать свои вопросы дозваниваясь к нам по телефону 311 29 47 если звоните из области не забывайте код города 343 Максим на прошлой неделе появилась информация что возможно будет оплачивать штрафы через смс Злата так впечатлилась я впечатлилась но потому что если будет такая возможность я наконец-то оплачу свой штраф а вы ну это на самом деле очень удобно потому что сейчас водитель должны куда-то ходить в Сбербанк например в тот же самый там постоянно очереди при этом нужно с собой иметь копию протокола вот так на месте инспектор сразу выписал например штраф человек не забывая об этом штрафе отправила смс например где не списались почему нет очень даже удобно и минус полторы тысячи на счете ну а почему бы и нет ну не минус полторы тысячи а смотря какой штраф да и вообще в принципе опыт есть европейский такой и очень популярно в Европе особенно когда оплачиваешь штраф в течение первых десяти дней в Европе дают скидку 50 процентов как правило то есть выписали там тысячу если первые 10 дней оплачешь то уплачешь 500 рублей у нас такие стимуляции я бы на месте тут же платила сразу же на месте бы специально нарушала чтобы там на месте это считается взяткой все так нет я имею ввиду через телефон вот меня штрафовали квитанцию дали я тут же я игорь извините пожалуйста я больше так не буду беру руки телефона понятно то есть автолюбители поддерживают это но это нововведение уже четко будет или только рассуждая об этом говорят о том что надо это ввести потому что действительно так гораздо удобнее оплачать штрафы то есть пока только разговоры а вот уже совсем не до разговоров есть факт есть такой сад вайнера для тех кто не знает это за свердловской филармонии и он превращается потихоньку в автостоянку там заморозили стройку автолюбители тут же повадили ставить туда свои машины вот насколько реально действительно нарваться на штраф вставая вот в таких местах которые непонятно парковое это место не парковое все-таки если это парк и видно что человек стоит транспортное средство на газоне то за это у нас предусмотрена ответственность в виде штрафа в 2000 рублей но при этом гибд этим не занимается местный участковый если это какая-то стройка была например и человек просто на площадке не будет ставят автомобиль то в принципе это не запрещено правил дорожное движение вот ну и третья ответственность это на тротуаре у нас очень часто ставят в том как на союзе автомобиля это за это тоже нас есть ответственность вот это уже занимается деньги в отдел но вся сложность в том что зимой в при условии если улицы не очень хорошо почищены то водитель не может определить где тротуар где газона где там просто трех площадок ничего себе гидромедцентр посоветовал водителям не переходить на летнюю резину до апреля и подтверждение тому невероятно скользкие выходные которые вот у нас прошли когда у нас вообще принято менять резину и не поздно ли менять резину в апреле в апреле совсем не поздно иногда даже и рано менять резину ну как правило водители стараются принять в конце апреля либо в майские праздники как раз когда есть выходные то есть когда уже точно снега не должно быть ну 1 2 мая снег иногда все таки бывает пробрасывает к 9 мая уже можно сказать что стабильность снега скорее всего не будет а вот смотрите нововведение не только в плане штрафов какие-то инфракрасные датчики на солнечных батареях будут регулировать дорожное движение в екатеринбурге среди особенностей этих датчиков их автономность независимость от стационарных источников то есть солнце светит и они собственно работают городе когда солнце бывает ну раз в три месяца это новость как раз нашего города и писается уже установлены такие датчики на перекрестках там такой мини аккумулятор установлен который подзаряжается помощью солнечной энергии и эти датчики они считают количество автомобилей которые приехали через перегрестки передают эти данные в центр управления дорожным движением и оператор в ручном режиме может уже построить вот здесь едет 1000 машина здесь едет 100 машин вот и может удлинить работу светофора например то есть зеленую волну так называемую регулировать понятно а если датчик сел солнца у нас не бывает ну как правило хватает вот энергии на то чтобы зарядить аккумулятор и на ночь тоже более того у нас не только такие датчики стоят а на проезжей и улице трудовой перекресток из такого города стоит светофор который работает на солнечном батарее то есть он стоит уже несколько месяцев и совершенно нормально работает и даже несмотря на зимний период перебоев его работе не было диковинка максим спасибо большое на самом деле вопросов огромное количество все мы их к сожалению задать не можем но надеемся увидеть вас через неделю в этой же студии напомним нашим телезрителям в гостях у нас был представитель комитета по защите прав автомобилистов максим ядрышов мы вернемся в студию утро тв после короткого коммерческого перерыва а